Здравствуйте, уважаемые друзья! «Христос в воскресе!» В эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущий Андрей Печерин. «Всякое Писание богодухновенно и полезно есть. Для того написано оно Духом Святым, чтобы в Нем, как в общей врачебнице душ, все мы, человеки, находили врачевство, каждый от собственного недуга». Так говорит святитель Василий о Священном Писании и о книге Псалтире, в частности. В рамках нашей программы мы уже не однажды обращались к различным изданиям, содержащим толкование на богодухновенные Псалмы Давида, пророка и царя. Это сочинения великих отцов в церкви, подвижников благочестия, современных пастырей. А сегодня мы вновь обращаемся к этой теме и предлагаем вашему вниманию книгу известного московского протеерея Георгия Бреева. Его книга под названием «Псалмы, читаем вместе», вышла в свет в издательстве Никея и заняла свое место на нашей книжной полке. Книга известного московского протеерея Георгия Бреева, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, посвящена псалмам с 1 по 29. Отец Георгий называет Псалтирь высшей школой духовного просвещения. Обращаясь к глубоким тысячелетним традициям чтения боговдохновенных гимнов, он раскрывает их мудрость и красоту. Он показывает, что молитва словами Псалтири обращает человека к источнику жизни. Через псалмы к нам приходит понимание, что Слово Божие превыше всего. Его надо хранить в себе, и тогда в этом сердечном горниле рождается сильное движение души к вечности. В предисловии книги отец Георгий пишет, «Накануне крестных страданий Господь и Спаситель наш Иисус Христос торжественно входит в Иерусалим. И приступили к нему в храме храмые и слепые, и он исцелил их», — пишет апостол и евангелист Матфей. «Видев же первосвященники чудеса, которые он творил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Ассан» на сыну Давидову, вознегодовали и сказали ему, «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им, «Да, разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» Господь ссылается тут на псалом пророка и царя Давида, и евангелист доносит это до нас. А вспомните, говорит отец Георгий, момент, когда после Тайной Вечери ученики шли с Господом в Гефсиманский сад. Они тогда пели псалмы. Еще один эпизод. Воскресший Спаситель явился апостолом Луке и Клеопе на дороге Вимаус. Христос упрекал их, ведь они сомневались в его воскресении. Он несмысленный и медлительный сердцем, чтобы веровать всему, что предсказано пророками. Тут он имел в виду и псалмы. А вечером, обращаясь к одиннадцати апостолам, снова объяснял. «Исполнилось написанное обо мне в законе Моисеевом и в пророках, и псалмах». Приводя эти примеры, отец Георгий отмечает, что псалтирь удивительно соединяет Ветхий и Новый Завет. В ней раскрывается высокий смысл поиска Бога и служения Ему. Апостолы, воспитанные в Ветхозаветной Церкви, употребляли псалмы в богослужении, и эта традиция продолжается теперь. Даже таинства начинаются псалмами. Понять их мудрость, почувствовать красоту и незаменимость для нас помогал батюшка всем, кто приходил к нему на беседы. А теперь и тем, кто будет читать эту книгу. К слову сказать, каждый раз, совершая очередную беседу, отец Георгий отмечал, «Этот псалм уникален, неповторим». «А есть какой-нибудь неуникальный или повторимый?» спросила однажды батюшку главный редактор семейной православной газеты, Наталья Голдовская. Он улыбнулся в ответ, «Конечно нет». Как отмечает Наталья Даниловна, отец Георгий любит псалтирь и поособену чувствует, понимает ее глубину. Его беседы с верующими о псалмах продолжались много лет в разных приходах. Теперь аудитория отца Георгия расширилась до всемирных масштабов. На сайте семейной православной газеты объяснения псалмов читают жители России, Европейского Союза, Украины, Белоруссии, Бразилии, Эстонии, Индии и других стран. Пишут, звонят, благодарят. Да и предыдущая книга отца Георгия «Свет от света» с толкованиями 12 псалмов благополучно разъехалась по земному шару. Даже матушка Наталья, надежная спутница отца Георгия, ждет каждую его статью, а она опытный читатель псалтири самого отрочества. Далее Наталья Голдовская немного подробнее рассказывает об авторе этих книг. 8 января 1937 года на свет появился мальчик, которого назвали Юрочкой. И не крестили. В годы официального атеизма это было не принято. Но в чистом сердце ребенка присутствовало живое чувство Бога. В 1941 году началась Великая Отечественная война. Юру отвезли к бабушке. В деревню под Рязань. Хмурые осенние дни. Унылые люди, одетые в темную одежду. Дети воспринимали это как нечто само собой разумеющееся. Но однажды они играли в прятки. Юра залез под кровать и обнаружил там какой-то узел. Вытащил. И замер перед дивным сиянием. Перед ним была часть священнического облачения. «Бабушка, что это?» — спросил он. «Дай сюда. Не трогай». Отобрала бабушка у него находку и опять спрятала. Но свет остался. Когда Юре было 9 лет, у его мамы обнаружили раковую опухоль. «Я ухожу на операцию и могу не вернуться», — сказала она сыну. И он начал молиться. Опустился на колени и просил Господа сохранить мать. Она вернулась через несколько дней. Перед операцией сделали рентгеновский снимок. Опухоли на нем не было. Врач так и сказал женщине. «Ваши дети умолили Бога». С тех пор Юра крепко запомнил. Молитва может все. Крестился он 18 лет в День Святого Духа. Всю ночь перед этим работал на заводе, а утром отправился в храм. Домой вернулся счастливый. И мгновенно уснул. Снились ему картины такой красоты, что он подумал, наверное, так выглядят райские обители. Впервые на богослужение Георгий пришел в Вилоховский собор. И сразу понял, это то, чего он искал всю жизнь и чему свою жизнь посвятит. Дальше была служба в армии, поступление в семинарию. Затем встреча с будущим духовным отцом, женитьба. 17 декабря 1967 года в День памяти великомученицы Варвары отец Георгий стал священником. Он окончил Духовную академию, защитил кандидатскую диссертацию. Назначение получил в храм Рождества Яна Предтечия на Пресне и стал духовником многих и многих людей. Тысячи больных и страдавшихся человеческих душ прошли перед ним за эти полвека. Скольких он крестил и проводил в последний путь. Отношение его к людям остается прямым, доверительным, заботливым, отцовским. Два богородичных прихода восстановил он в Москве в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» в Царицыне и Рождества Пресвятой Богородицы в Крылацком. Куда бы он ни приходил, всюду открывались воскресные школы, библиотеки, газеты и обязательно начинались беседы о Священном Писании. Сегодня протеерей Георгий Бреев — один из старейших московских клириков и епархиальный духовник Москвы. Дважды в год он исповедует московское духовенство, принимает ставленческие исповеди перед Хератонией. Будучи священником для священников, батюшка со страниц этой книги раскрывает нам мудрость, красоту и незаменимость Псалтири. Псалтирь, говорит он, — это гимн и молитвенное возношение Создателю. Через неё мы всегда молимся, буквально плывём по морю молитвы. В ней находим места сакраментальные, таинственные. Они касаются богослужения, совершения жертвы Господу, постижения Его воли. Смысл молитвы в соединении с Богом. Она является не целью, а средством. Через неё мы обращаемся к Творцу, просим Его милости, слави, благодарим. И все эти чувства, мысли, воззвания к Богу отражены в богодухновенных псалмах, объяснению которых и посвящена данная книга. Как отмечает протеерей Георгий Бреев, с глубокой древности святые отцы единодушно относились к псалмам как к духоносному источнику. И почитатели их выше и важнее, чем иные богослужебные трактаты. Почему? Да потому что псалмы — это боговдохновенные гимны, живые слова, приносимые Творцу. Их могли составить только носители божественной благодати, находившиеся в состоянии обращенности к Создателю. И для нас псалтирь является высшей школой духовного просвещения, прежде всего — школой молитвенной. Псалмы дают нам то, что не сможет дать самое высокое чисто человеческое вдохновение. В болезни, скорби, грехе, унынии, даже отчаянии мы обращаемся к ним. Таково свойство псалмов. В них заключено знание глубин страждущего человеческого духа. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Я же прощаюсь с вами. Христос воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok